Протон Самая тяжёлая российская ракета-носитель, Протон, начинает свой путь на орбиту. Стартовая масса более 700 тонн. Это как товарный поезд из 15 грузовых вагонов. Инженеры и конструкторы на протяжении всей истории космонавтики пытаются сделать ракету легче, чтобы сэкономить дорогое топливо и взять под головной обтекатель больше полезной нагрузки. Самый верный способ снизить вес ракеты-носителя — использовать лёгкие материалы — композиты, которые выдерживают экстремальные нагрузки. В подмосковном Королёве на предприятии «Композит» разрабатывают, создают и испытывают такие сплавы, состоящие из разных по структуре слоёв. Наша история в значительной мере связана с металлическими материалами, со сталями, со специальными сплавами. То есть всё, что создаётся в отрасли, всё, что производится, всё, что выходит на лётные испытания, является предметом материаловедческой оценки наших специальностей. «Композит» создан 40 лет назад. Ведущее материаловедческое предприятие «Роскосмоса» разрабатывало сплавы для всех советских и российских ракет-носителей — корабля «Буран», станции «Мир» и Международной космической станции. Композиционными могут быть и корпус, и переборки внутри, и даже элементы двигателя. На предприятии делают ещё и ключевой элемент для спутников дистанционного зондирования Земли — зеркала из «Берилия». этот металл весьма устойчив к агрессивной космической среде. Сегодня инженеры «Композита», работающие обычно с кораблями космическими, взялись за нестандартное задание — разгадать тайну материала корпуса морского корабля «Комуна». Судну Черноморского флота исполнилось 100 лет. Это старейший действующий корабль военно-морских сил России. Мощность этого корабля — 600 лошадиных сил. Он даёт 7,5 узлов на. Это много или мало? Для него это нормально. По легенде, перед постройкой судна сталь для него полгода вымачивали в Пинских болотах Белоруссии. За 100 лет солёная морская вода так и не смогла проесть металл. Робот-манипулятор с двумя мощными камерами, способными видеть даже на глубине, погружается, чтобы обследовать корпус 100-летнего корабля. Вердикт специалистов — коррозии не обнаружено. Однако для детального исследования уже на «Композите» капитан «Коммуны» передал небольшой фрагмент от демонтированного левого руля судна. Вот она, родная мартеновская сталь. Но металл очень хороший, потому что тот лист металла, который непосредственно всё время находился в воде, в корпусе, вот первоначальная его толщина — 10 мм. И сейчас — 10 мм. То есть 100 лет прошло, износа и коррозии никакой нет. Мы нашли пример ограды моста Фонтанки в Петербурге. Даже нам попал такой пример, как опоры колокольни в Стокгольме. Всё это обычные стали, но объединяет их что? Объединяет их два примера. Первое — это почтенный возраст, сотни лет, даже больше, чем у корабля «Коммуна». И второе — это такая особенность химического состава, как повышенное содержание фосфора. Этот фрагмент инженеры композита разделили на несколько равных частей. Первую проверили на коррозионную устойчивость под воздействием соляного тумана, как в море. Обычно металл для космических аппаратов проверяют ещё и на прочность. Так поступили и с корабельной сталью. В разрывной машине металл тянули с усилием в 10 тонн. В соседней лаборатории провели спектральный анализ. Теперь специалисты композита знают всё даже о мельчайших примесях, которые содержатся в столетнем металле. Оказывается, тайна необычной выносливости стальных листов в методе их создания. Вероятно, металлурги в процессе производства листовой стали, уже заканчивая этот свой процесс и подводя его к финишу, применили столь достаточно известный метод защиты от коррозии, который широко известен как воронение. Воронение – это создание тонкого окисного слоя на поверхности металла. Толщина его колеблется от 1 до 10 микрон. Однако, как появился этот тонкий слой на листах стали, пока не ясно. Инженеры композита решили продолжить своё исследование. Возможно, эти знания в будущем пригодятся для космического корабля, который полетит на спутник Юпитера Европу, где, по мнению учёных, под внешним ледовым слоем – океан воды. Генеральный директор композита отправился в Севастополь, чтобы вручить морякам коммуны сертификат, подтверждающий уникальность металла. Однако учёный по-прежнему уверен – листы стали в пинских болотах всё-таки не вымачивали. Мы обычно общаемся с материалом, который действительно 10 минут работает, там час, например, ну при такой там температуре и так далее. А тут говорят, знаешь, вот 100 лет, давайте, ищите. Конечно, мы посмотрели и про болото, и про всё. Там есть такая технология, но она не для листов. Она не для листов, то есть это надо. И она за год там не управишься, и даже за два. Там лет 15, потом снова ковка. Инженеры композита пообещали использовать полученные в ходе анализа судовой стали данные в работе над сплавами для космических кораблей. Возможно, когда-нибудь один из них назовут именем легендарного морского корабля-спасателя. Субтитры создавал DimaTorzok